Вы смотрите новости на МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Успейте загадать желание. Сейчас в северном полушарии наблюдается метеорный поток Персиды. Это красивейшее небесное явление происходит каждый год в августе. Дождь метеоров летит со скоростью 60 километров в секунду. Когда лучше всего наблюдать поток Персид и где, знает Эгирь Мукашева. Самое зрелищное острособытие года. Метеорный поток Персиды привлекает многих любителей небесных явлений и просто романтиков. Увидеть эту красоту могут только жители северного полушария и только в августе. Зато каждый год. Посмотреть действительно есть на что. Длина хвоста может доходить до 50 километров. Но, несмотря на внушительный размер, смотреть надо в оба. Ведь скорость, с которой пролетают Персиды, 60 километров в секунду. Это в 8 раз быстрее ракеты. Мы увидим максимум секунду ее полета. Тем, кто хочет загадать желание, надо постараться. Многие с трудом успевают произнести одно слово. В основном говорят здоровье, деньги или свадьба. Внимание к Персидам люди проявляли еще в древности. Первыми опять же были китайцы. Первые века новой эры. Представьте, почти 2000 лет назад он знаком человечеству. Европейцы впервые его заметили где-то в 15 веке с большим опозданием. Ну, среднеазиатские астрономы где-то в 10 веке уже знали о Персидах. А научное изучение началось только в 19 веке. Поток Персиды появился от хвоста кометы. Она пролетела, а шлейф рыхлых тел остался. Мощные струи газов выносят их в космосе. И раз в год Земля к ним приближается. А мы наблюдаем падение ярких белых Персид. Все благодаря комете Свифта Тутля. Раз в 135 лет она подлетает к Солнцу. Последний раз была в окрестностях Солнца в 1992 году. Увы, она тогда пролетала далеко от нас, от Земли в смысле. И мы ее наблюдать не могли по причине того, что у нас еще не было тех телескопов, которыми мы располагаем сейчас. А следующее ее появление будет в далеком 22 веке. Поэтому это уже наши отдаленные потомки увидят. И тогда она будет на небе довольно яркой. А еще в 4000 каком-то году вообще есть вероятность того, что она может даже столкнуться с Землей. Но это только предположение. В отличие от прародительницы, метеорный поток для нас не опасен. На расстоянии 100 километров от Земли они сгорают в атмосфере, даже самые крупные. А вот спутники они сбивали и не раз. Но тем, кто на Земле, волноваться не стоит. Кстати, наблюдать за красивейшим явлением североказахстанцы могут уже сейчас. Первые метеоры начинают лететь где-то в 20-х числах июля. И продолжает действие этот поток до 24 августа. Конечно же, людей привлекает прежде всего максимум метеорного потока Персеиды. А максимум наступает в ночь с 12 на 13 августа. Телескопы и бинокли не понадобятся. Метеорный поток можно будет увидеть невооруженным глазом. Достаточно выехать на открытую местность подальше от городских огней. Рекомендуют правобережье реки Есиль. Обычно в час можно увидеть от 120 до 150 метеоров. Но в этом году будет втрое меньше, так как это явление совпало с полнолунием. Зато мы сможем наблюдать самые крупные Персеиды.